Когда сердце напоминает о себе, Кратал, Кратал, природная сила для вашего сердца. Тем временем в Америке произошло важнейшее политическое событие на данный момент этого года, а именно в штате Айова прошли первые кокусы, то есть предварительные выборы, на которых республиканская партия решает, кто будет представлять эту партию в схватке против демократа, которым, очевидно, станет действующий президент США Джозеф Байден. Выборы в Америке, напомню, пройдут в ноябре текущего года, то есть вот осталось сколько там, 9 месяцев, 10 месяцев до этих выборов. Но в Айове уже прошли первые кокусы и там, конечно, Дональд Трамп, надо сказать, одержал полную победу, он набрал более 50% голоса, то есть почти 51%, 50,9%. И он сумел победить в 98 из 99 округов замечательного штата Айова. Второе место в Айове занял губернатор Флориды Рон Ди Сантис, его поддержали около 21% избирателей, точнее не избирателей, а республиканцев в этом штате. А Ники Хейли, которая ранее работала послом США в ООН и губернатором Южной Каролины, заняла третье место, ее поддержало чуть более 19% республиканцев, участвовавших в кокусе. Ну, теоретически эти кокусы должны были, надо сказать, внести какую-то ясность в предвыборный расклад в Америке. То есть, основной кандидат один, это Дональд Трамп. Давайте сразу с этим определимся, потому что если победит не Дональд Трамп и станет представлять республиканскую партию на выборах, например, будет не Дональд Трамп, а кто-то другой, это будет сенсация, это будет что-то абсолютно невозможное, невероятное, чудо из чудес, просто победа, вырванная с вероятностью 0,001%. То есть, шансов реалистичных на победу у Рона Ди Сантиса или Ники Хейли над Дональдом Трампом, давайте прямо скажем, почти нет. То есть, малюсенькие какие-то, минимальные есть, но порассуждать над темой все равно интересно, поэтому давайте порассуждаем. Смотрите, почему ясности какой-то ждали от Айовских кокусов? Потому что, если бы Трамп победил бы с результатом 70% и больше, ну тогда все, кампания можно считать завершенной, потому что было бы понятно, что дальше ни у Ники Хейли, ни у Рона Ди Сантиса даже теоретических шансов на победу не осталось бы. Все. Если бы Трамп получил менее 50%, то наоборот, у его соперников шансы стали бы из чисто теоретических уже в какие-то осязаемые стали бы превращения. Если бы Трамп победил с результатом менее 50%, то все бы сказали, ага, вот он раненый, значит он не может доминировать, значит можно с ним побороться. Но нет, Трамп победил с результатом 50,9%. Дальше. Если бы Десантис, губернатор Флориды, занял бы близкое к Трампу второе место и с большим отрывом от третьего места, то у Десантиса был бы серьезный шанс и смысл продолжать кампанию. Если бы он напротив ушел на третье место и второе заняла бы Ники Хейли, то тогда для Десантиса все, гонка была бы закончена. Если бы Хейли вышла на второе место, то ее провозгласили бы настоящей победительницей, потому что считалось, что она всегда в роли догоняющего и что она отстает от Трампа и от Десантиса. Но в общем, если бы она заняла второе место, то ее бы объявили победительницей, невзирая на ее результат. Но если бы она получила с другой стороны менее 15%, то ее перспективы были бы в очень большом тумане. Но вместо вот этого всего, то есть вместо ясности, что случилось? Трамп набрал почти ровно 50%. То есть ни туда, ни сюда, непонятно. Десантис занял второе место, как многие предполагали, но его отрыв от третьего места минимальный, меньше 2%. То есть он то ли второй, то ли третий занял место. Там, кстати, до сих пор еще считают голоса, полученные по почте, поэтому я не удивился бы, если бы Десантис все-таки спустится на третье место со второго. Ники Хейли вроде выступила неплохо, собрала 20% почти. Но сенсации это не стало. Вот если бы она собрала 30-40%, тогда да, тогда бы у нее появились какие-то осязаемые шансы. В общем, вместо ясности эти кокусы внесли дополнительную неясность в будущие компании. Не очень понятно, как она дальше будет развиваться, но мы можем сказать, что к следующим праймерис, которые будут в штате Нью-Гэмшир, кандидаты подходят без изменений в своем составе. То есть Дональд Трамп, Рон Десантис и Ники Хейли. И без каких-то особенных надежд на прорыв или сенсацию. С довольно высокой вероятностью Дональд Трамп победит и в Нью-Гэмшире, после чего всю предвыборную гонку у республиканцев можно будет считать оконченной. Трамп станет, получит номинацию, получит пост кандидата от республиканской партии на выборах президента. Единственное, что может помешать такому исходу, почти стопроцентно гарантированному исходу, но все-таки есть небольшой процент, что что-то изменится. А именно, если Рон Десантис сейчас заявит о выходе своем из гонки предвыборной и предложит своим избирателям поддержать Ники Хейли в штате Нью-Гэмшир. Вот тогда, сейчас она в Нью-Гэмшире на втором месте, но ее отставание от Трампа там типа 5-10%. То есть если Десантиски 5% добавятся к Ники Хейли, то она может победить Трампа в штате Нью-Гэмшир. Ага, в этом случае, кстати, у самого Десантиса победит Нью-Гэмшире шансов 0, он там идет даже не на третьем, по-моему, а на четвертом месте. Если же Ники Хейли победит в Нью-Гэмшире, то она сможет консолидировать все голоса антитрамповской коалиции, ну и хотя бы попытаться вести борьбу за пост кандидата от республиканской партии и далее. Дальше там будет, потому что Южная Каролина, это ее родные штаты, она имеет право там рассчитывать на кого-то серьезный успех. Ну и если еще и в Южной Каролине она победит, то дальше уже, конечно, у нее там будут очень хорошие перспективы открываться перед ней, потому что все увидят, что она может побеждать даже Дональда Трампа, который сейчас считается непобедимым. То есть вот от этого многое зависит. Но, как мы видим по Айове сейчас, республиканская партия разделена примерно пополам, то есть за Трампа 51%, без небольших процентов. А если против Трампа будет один человек, а не 10, то тогда у этого человека будет 49%. То есть 51-49 тут есть о чем бороться. Это не о чем бороться, когда у одного кандидата 60, а у другого 10, тут как бы все понятно. А если 49 и 51, то побороться можно. Но в любом случае, это чисто гипотетические сейчас рассуждения, потому что Десантис, он плюс ко всему, на мой взгляд, человек максимально злобный и неприятный, эгоистичный. Он никогда не согласится на то, чтобы Ники Хейли победила там, где он проиграл, где он облажался. Поэтому, я думаю, он сейчас специально останется в гонке предвыборной, но не ради того, чтобы победить Нью-Гэмшир, у него нет на это шансов. А ради того, чтобы оттянуть голоса у Ники Хейли и испортить ей результат. И тем самым помочь Дональду Трампу. Почему Десантис станет вдруг помогать Дональду Трампу? Да потому что у Десантиса, он сейчас очень сильно с Трампом, так сказать, испортил отношения. И восстановить эти отношения может только лишь какое-то деятельное раскаяние со стороны Десантиса. То есть, если он поможет Трампу победить в Нью-Гэмшире, оттянув голоса у Ники Хейли, я думаю, Трамп его за это простит. Ну, может попытаться Десантис надеяться на прощение Трампа. Если Десантис сейчас откажется от продолжения гонки в пользу Ники Хейли, то тогда с Трампом у него отношения будут полностью разрушены. И никакой политической карьеры внутри республиканской партии у Десантиса больше не будет. Трамп его полностью уничтожит. Потому что Трамп в значительной степени сейчас контролирует республиканскую партию. Ну, и поэтому я думаю, что да, в Нью-Гэмшире Десантис останется в бюллетене и вообще будет оставаться в бюллетенях до тех пор, пока Ники Хейли на что-то еще надеется и продолжает борьбу против Трампа. Таким образом, Десантис поможет Трампу и сумеет спасти свои отношения с ним. Впрочем, тут надо сказать, что выборы даже такие, как сейчас происходит, когда Трамп полностью доминирует в Америке, в общем, выборы непредсказуемы. Поэтому произойти там может все что угодно. Я напомню, что, например, на прошлых выборах Джозеф Байден, нынешний президент, с треском проиграл прайм-рис в Айове и в Нью-Гэмшире. Кокус и Вайове и прайм-рис в Нью-Гэмшире. Но все равно потом победил в Южной Каролине и стал все-таки президентом. То есть сейчас он как бы восстал из мертвых, можно сказать. Никто не верил в Джозефа Байдена, но оп и стал все-таки президентом. Но все равно наиболее вероятный сейчас вариант развития событий это победа Трампа через неделю в Нью-Гэмшире. После чего он станет уже, по сути дела, гарантировать себе кандидатство на пост президента от республиканской партии. В этом случае для решения проблемы под названием Дональд Трамп, американский эстеблишмент вынужден будет пустить в ход всякие судебные дела. Потому что на Трампа там куча уголовных дел. Причем он по этим уголовным делам, надо сказать, он конечно говорит, что это охота на ведьм, что его там по политическим соображениям преследуют. На самом деле он косячил монументально, грандиозно, он плевал на законы, он вообще подтирался по сути этими законами и нарушал их направо и налево, поэтому сажать его есть за что. Но правда выглядеть это будет, конечно, как политическое преследование. И Трамп очень не хочет, чтобы вот эти судебные процессы уже начинались сейчас. Почему? Потому что их, естественно, будут показывать по телевизору и в ходе этих судебных процессов будет очень хорошо видно, что он на самом деле нарушал законы. Он не хочет, чтобы... То есть для него идеально, чтобы все его сторонники думали, что это охота на ведьм, что он на самом деле ничего не нарушал. Но когда все увидят, что он нарушал, то его поддержка может снизиться. Он не хочет этого, поэтому оттягивает всеми силами его юристы пытаются сделать так, чтобы судебные процессы были назначены на после выборов, когда он сам себя сможет помиловать, уже станет президентом и помилует сам себя. Но если, значит, всякие судебные варианты не сработают, если не получится Трампа посадить, привлечь и так далее, то я думаю, что истеблишмент американский пустит в ход какие-нибудь совсем уж экзотические варианты. Даже не хочу их озвучивать, не знаю, что это будет. Но американский истеблишмент несколько раз уже решал такие проблемы. Например, с Джоном Кеннеди они разобрались, когда Кеннеди как бы уже решили, что он слишком много себе позволяет. Я не говорю о том, что здесь будет то же самое, но, знаете, ничего в Америке исключать нельзя, потому что там далеко не все президенты доживают до конца своего срока. Кроме того, смотрите еще какая история. Я честно вам скажу, я не вижу сейчас ситуации, при которой американская элита вот так вот возьмет и позволит Дону Трампу победить на выборах и особенно занять место в Белом доме. Так или иначе, они сделают все возможно-невозможно, чтобы его остановить, потому что он очень опасен для системы, он супер опасен для системы. И человек, каким бы он опасным бы ни был, каким бы он мощным, крутым ни был, он всегда слабее системы. Я думаю, система его все-таки притормозит. Я также продолжу, пока есть такая возможность, болеть за Ники Хейли. Почему? Потому что она самая про-украинский кандидат на этих выборах. Она за Украину, она за НАТО, она за Израиль, она вообще за все хорошее, против всего плохого. Кстати, про НАТО надо сказать. В Европейском Союзе уже очень серьезно боятся победы Дональда Трампа тоже на этих выборах. Почему? Потому что он, ну Трамп много раз говорил, что НАТО устарело, что может быть его вообще пора разогнать нафиг. Плюс европейцы очень боятся, что победа Трампа развяжет Путину руки для нападения на страны Балтии. Или даже на Германию, или даже на Финляндию. Бильд издания пишет, что уже в феврале Россия планирует поставить под ружье дополнительно 200 тысяч человек в рамках мобилизации. Не буду даже дождаться голосования по переутверждению Путина царем. И что вот в феврале соберут 200 тысяч и пусть пойдут в новое наступление против Украины. И если цели этого наступления будут достигнуты, то типа того, что после победы Трампа в Америке Россия может попытаться вторгнуться в страны Балтии, надеясь на то, что американцы в эту ситуацию вмешиваться не станут. Что Трамп скажет, ну какое-то хуторо там захватили в Латвии, мне типа плевать, вообще не интересно. Пускай латыши там типа сами разбираются с Путиным. А из-за того, что они мне, Трампу, козу устроили, вообще были недовольны мной, поэтому я плевать и на них хотел. Трамп такое запросто можно отколоть, за ним не заржавеет. Ну и смотрите, конечно европейцев это нервирует, они боятся, что такое произойдет. И сейчас очень активно начинают сами готовиться к войне. Вот Швеция и Германия уже сделали заявление, что война вполне возможна. Сейчас начинаются крупнейшие в Европе со времен Холодной войны учения НАТО. Великобритания на эти учения отправила 20 тысяч своих военнослужащих, это почти половина британской армии. В общем все сейчас очень сильно переживают по поводу всего происходящего и боятся, что Трамп действительно может победить. Это действительно серьезная озабоченность для всех европейских стран и элит европейских особенно. Ну и смотрите, для нас тут что важно. Сейчас я верю в заявление, вот эти статью газеты Бильд по поводу возможного плана нового наступления российского против Украины. Почему? Потому что Бильд очень подробно описывал план нападения России на Украину в феврале 22 года. Тогда все над газетой Бильд смеялись, говорили, что это табло, что они ничего не понимают и не знают. Но на самом деле так практически все так и случилось, как Бильд описывал. Поэтому я бы отнесся с вниманием, по крайней мере, к этой информации, этого издания. То, что собираются 200 тысяч арсения поставить под ружье в феврале и эти 200 тысяч отправятся в новое наступление против Украины. Я еще, смотрите, почему думаю, что это вполне может быть правдой. Потому что Владимир Путин, конечно, ему сейчас важно перехватить инициативу. Потому что в районе 24 февраля Запад собирается отдать Украине российские деньги арестованные, вот эти золотовалютные резервы арестованные на Западе. Потом вполне вероятно не признают Владимира Путина президентом, скажут, что выборы нелегитимны. Соответственно, вся система власти в России нелегитимная. То есть полный будет отказ в легитимности и, скорее всего, разрыв отношений с Россией. Потом будут поставлены F-16 самолеты в Украину. Потом Украина начнет получать дополнительное финансирование. Вот те самые 65 миллиардов долларов, которые, по идее, где-то там в конце января, в начале февраля должен принять американский конгресс. Ну и так далее. То есть будет создан очень неблагоприятный фон для голосования, для переназначения Путина царем-президентом. И одновременно в системе российской будет создано очень сложное, неприятное для Путина напряжение этой системы. Это тревожная для него ситуация. Он хотел бы всего этого не допустить. Поэтому, да, я думаю, что вполне возможно Путин попытается перехватить инициативу и пойти в новое наступление. Поэтому, кстати, давайте поможем украинским солдатам. Вот я, например, сейчас занимаюсь сбором на фронтовую систему радиоэлектронной борьбы для 13-й бригады нацгвардии Украины, которая называется Хартия. Они там закупают весь спектр систем радиоэлектронной борьбы, от таких, которые можно носить на себе, до больших купольного типа. В общем, задача там сделать так, чтобы ни один дрон не мог ли это российский дрон летать над этой бригадой и всяких гадостей делать. И, учитывая то, что сейчас война в основном дроновая стала и потери в основном идут от дронов, то приобретение этой системы фронтовой такой бригадного уровня интегрированной системы радиоэлектронной борьбы поможет избежать огромного количества потерь, по крайней мере, в этой конкретной бригаде. Я думаю, спасение многих жизней того стоит. Поэтому, если у вас есть возможность пожертвовать деньги, реквизиты все в описании к этому ролику внизу там будут. Ну, а для Путина, как я сказал, важно переломить вот эту неприятную тенденцию, которая складывается. Ну, смотрите, во-первых, неудача на фронте, Авдеевка, которую сейчас в России, кстати, многие задают вопрос, а за что погибли вот эти десятки тысяч людей, которые пытались взять Авдеевку с октября аж прошлого года. Типа, Авдеевку не взяли, нафига все эти жертвы были, к чему они были. Конечно, это все делалось ради политических каких-то целей Владимира Путина, но людей-то реально много потеряли. И там на фронте у россиян действительно проблемы сейчас с людьми возникают. Непонятно. Вот такие вопросики Путину начинают задавать, и все громче и громче, и ответить ему нечего. Во-вторых, это сбитый самолет, вот этот А-50, утопленный корабль, помните, недавно в Феодосии взорвался, очень красочный корабль, большой десантный. Уничтоженные самолеты в Херсонской области, тоже там целый выводок самолетов подбили совсем недавно. Плацдарм там до сих пор функционирует украинский. Я уже думал, кстати, что я не особо следил за этим плацдармом, думал, что его уже нет. Нет, он там есть, активно работает, очень хорошо. То есть все это как-то вместе не очень похоже на победу, с которой как бы Владимир Путин идет на свое переизбрание, переназначение. Во-вторых, а в-третьих, еще коммунальная катастрофа, которая просто на глазах развивается в России, вырубает целые города, там замораживает, обесточивает и так далее. То есть даже если бы Украина бомбила бы каждый день Россию, то таких хороших результатов вряд ли удалось бы достичь. Потому что вот буквально сегодня город Старый Оскол практически полностью был отключен от теплоснабжения, горячей воды и электричества. Липецк там наполовину, пару дней назад был отрублен от теплоснабжения. Подольск, ну вообще все Подмосковье. Многие города там Химки, Апрелевка, Воскресенский, Электросталь. Чего только не, все. Зеленоград, Солнечногорск, все вот эти города сейчас замерзают в России. Санкт-Петербург, там почти еженедельно фонтанируют горячая вода из-под земли. Ростов-на-Дону, Новосибирск, Находка, Владивосток. То есть бесчисленные, абсолютно малые города и поселки, которые сидят сейчас без отопления. То есть в России просто начинается, реально коллапс какой-то. Такого никогда не было, не было такого вообще, даже подобного ничего не было. Морозы сейчас в России, кстати, спадают. То есть более 30 градусов, 20 градусов, но и сейчас там типа минус 5, минус 7. Но жить от этого теплеет все равно, в минус 7 в квартире тоже не очень приятно находиться. Россия замерзает, и это, конечно, отвлекает сейчас на решение этой проблемы. Отвлекаются огромные ресурсы от армии. И, собственно, я надеялся, кстати, я думал, что этой зимой украинские дроны будут в какую-то такую подобную ситуацию устраивать. Но видите, даже дроны не понадобятся, и Россия не сами себе это все устроили. Но для Украины в любом случае это хорошая ситуация. Однако для Путина катастрофа, потому что он обычно все проблемы решает деньгами или посадками. Сейчас тоже пытались себе денег дать и пересажать каких-то начальников котельных. Но тут это не поможет. Руками надо что-то делать по-настоящему, а делать некому. Потому что все либо уехали за границу, либо сидят на фронте, либо... Ну, в общем, нет людей. Какая-то раутинизация даже происходит сейчас. Все этой коммунальной катастрофы уже... Как бы люди не обращают внимания на эти новости. Но в реальности ситуация для России становится все хуже и хуже. Вообще говоря, зимы в России еще три месяца. И поэтому к завершению этой зимы Россия может прийти в полуразрушенном, таком полузамерзшенном состоянии. К этому, по крайней мере, сейчас все идет. Но на этом проблемы не заканчиваются. Нефтепереработка, ключевая отраслью российской экономики, оказывалась под угрозой. Почему? Потому что в России произошло снижение производства автомобильных бензинов. На Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе Нижегородный нефтеоргсинтез произошла авария на оборудовании, где выпускались высокооктановые виды топлива, бензина. Оборудование все там немецкое, насколько я понимаю. Ну там они говорят так, из одной из недружественных стран. То есть это все дело сломалось, оборудование очень хорошее, очень дорогое. И нужно ему постоянно какое-то техническое обслуживание, нужно запчасти. Но ни того, ни другого, ни третьего нет. Поэтому вся эта встала система, не работает. И почти треть, насколько я понимаю, российского бензина больше не выпускается. Вот этих высококачественных бензинов все остановилось. Сейчас они ищут замену этого оборудования в Китае, где-то еще. Не знаю, пока найдут, пока его привезут, пока установят. Я думаю, пройдет довольно много времени. То есть сейчас еще и с бензином в России могут быть перебои. Хотя они говорят, в Россию хватит, но для России хватит бензина, но сократится серьезный экспорт. То есть поток денег экспортных от бензина будет меньше. Индия сокращает закупки российской нефти, поскольку возникли проблемы с оплатой нефти. Американцы вводят санкции против банков, и никто не хочет переводить деньги в Россию. Из Индии ни один банк, потому что это будет грозить ему санкциями от американцев. Эти санкции никто не хочет получить. Индусы говорят, вы либо за рупии продавайте нам свою нефть, либо давайте огромные скидки, потому что мы боимся санкции. Не хотите, тогда мы купим нефть у Ирана. У Ирана нефть ближе, и везти ее ближе, и она еще и дешевле, и качественнее. Причем сейчас российские танкеры с нефтью были вынуждены идти в обход Африки, потому что хуситы топят все подряд, в том числе и российские корабли обстреливают. В общем, это повышает еще сильнее стоимость российской нефти и сокращает доходы российского государства от этой нефти. Все это понемногу отрезает, срезает, откусывает, отламывает от доходов, поступающих в российский бюджет, в том числе и на ведение войны. Усыхают эти доходы, и средств на ведение войны в России становится меньше. Одновременно с этим китайские госбанки начали вводить ограничения на финансирование российских клиентов, тоже из-за американских санкций. Об этом пишет Bloomberg. Два китайских банка уже начали проверять своих российских клиентов и так далее. То есть сейчас еще и Китай заявляет о том, что отстраивается от России, говорит, ладно, слушайте, вы слишком токсичные стали, не хотим мы больше с вами связываться, до свидания. Короче говоря, получается ситуация... А, ну еще можно вспомнить пожар, какой-то гигантский пожар, там на какие-то десятки миллиардов рублей сгорело имущество, или даже на сотни миллиардов под Петербургом. Склад Wildberries, товарный склад, который по документам его, оказывается, вообще не существовало, там что-то такое. В общем, Ростов-на-Дону город оказался без электричества тоже из-за аварий на ТЭЦ каких-то там местных. То есть, понимаете, для Путина все это создает очень неблагоприятный фон. Поэтому ему нужно как-то перехватить повестку, и я думаю, что он попытается в ближайшее время дернуться. Но если он действительно собирается дернуться, как-то прыгнуть с этими двумя стами тысячами новонабранных, свеженабранных солдат на Украину, я думаю, украинцы будут его уже точно ждать. И мы с вами тоже должны ждать. Я предлагаю вам еще раз скинуться на систему радиоэлектронной борьбы. Все для 13-й бригады Национальной гвардии Украины, там все координаты этой бригады у меня в описании к этому ролику. И на этой оптимистической ноте сегодня я с вами буду прощаться. Это Радио НВ, меня зовут Иван Яковин, да пребудет с вами Силы, пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ ось тут.